Огромный всем привет на моем канале. У нас сегодня опять жара. Ну, как и обещали. А я подошла к своему островку. Орегано, который цветет. А здесь только бабочек и других насекомых. Конечно, тоже много. Всех привлекает медовый запах цветущего орегано. Или душица. Так здорово. Бабочки разные. Не только белые, есть и коричневые. Какая-то тут голубенькая недавно пролетала. А вот там вот разные бабочки. Красавицы. И много пчел. И шмелей. Ну, еще всяких мушек. Прям все кишит, кишит ими. Но они не агрессивные. Я думаю, если к ним не приставать, то они тоже не пристанут. А Лисочка тоже вышла со мной вместе и завалилась в травку. Но я ей сильно долго не даю лежать. Сейчас мы немножечко здесь пройдемся и домой. Я хотела огурец пойти сорвать. Уже первые огурцы начались у меня. А вот тут у меня, кстати, тыквы растут. Не знаю уж, как они вырастут. Вот тыква. Ой, тут тоже всякие... Всякие такие... Тут летают. Жужжащие. А вот здесь-то у меня помидоры. Помидоры и огурцы. Где-то здесь я огурцы видела. Вот огурец есть. Не знаю, наверное, уже можно сорвать. В принципе. Чего его выращивать-то до состояния кабачка? И вот еще есть огурчик. Вот. И вон там на той стороне еще один огурчик есть. Тоже, наверное, сорву его. Но этот пока не буду. Вот я тут пыталась сделать навес от солнца для огурцов. Потому что солнце печет так, что просто вообще беспощадно. Но это мало помогает. Наверное, надо стену прям ставить. Завешивать. Стену. А не только сверху. Но они днем такие становятся вялые от солнца. А вечером я их поливаю. И они более-менее восстанавливаются. Но в теплице там ничего хорошего с огурцами. Вот еще ромашечка зацвела космея. Кабачки прут я уже даже не смотрю. Там такие уже наросли. Я уже не знаю, что с ними делать. Уже отдаю их. И куры у меня их клюют. Ну, сегодня, наверное, что-нибудь приготовлю. Ну, а в теплице тут помидорки зреют черри. Сладкие, как ягодки. Вчера несколько сорвала. Просто на вкус, как будто какая-то ягода. Ну, такой посленовый привкус, конечно, есть. Но вот так прямо сахар. Сахар и мед. Вот здесь у меня оранжевые помидорки черри будут. А тут куст прямо свесился в проход. Огурцы. Я уже не борюсь с этими муравьями. Уже все равно ничего хорошего. И уже битву я проиграла, можно сказать. Вот они тут прямо. Ой, безобразие какое-то. Все, тут даже уже никаких огурцов больше нет, завязи. Вот они сразу засыхают, и все. Короче, кирдык огурцам. Жаль, ничего не поделаешь. Ну, тут вот есть. Наверное, тоже надо сорвать его уже. Вот. Вот у меня базилик. Вот так вот обошли с вами мое маленькое хозяйство. Так, хотела пойти в сторону пляжа. Нет, не пойду. Там уже лежат нудисты, отдыхают. Так что не будем их беспокоить. Пусть загорают люди. Наслаждаются летом. Ну, это кабачки, как я уже говорила. Ну, что-то я сначала увидела только вот один куст. Думала, у меня их очень много. Ну, смотрю, это только с одной стороны кабачки. А там еще нет. Ну, ладно, Алиса уже ко мне. Идет. Пойдем мы домой. Да? Домой пойдем. Да. Они сейчас дорогу переходили. Так мило. Я за ними побежала скорее, чтобы снять. Какие хорошенькие, маленькие, пушистики. Такие малыши. Такие малыши. Какая прелесть. Дай бог, чтобы все выжили и выросли. Такие хорошенькие. А вот мой инжир. Кто меня про него спрашивал? Вот я его посадила в горшок. И он у меня отлично растет. Стал такой крепкий, большой. Листья у него так увеличились. Он был в такой маленькой, узенькой коробочке. Вот, наверное, такой ширины стоял. Когда я его покупала. Вот. И сейчас вот уже какое деревце. Такое сильное. Стебель толстый. Вот это, по-моему, место прививки, наверное. Вот тут еще росточек даже маленький появился. В общем, чувствует он себя великолепно в горшке пока. Такой красавчик. Ну, посмотрим. На зиму поставлю его в помещение. Надеюсь, что перезимует. И все будет хорошо. Я даже дождусь плодов от него. А это гибискус, который я тогда тоже вместе с ним покупала. Тоже такие два росточка. Один я в сад посадила. Один вот сюда. В такие горшки около дома. Тоже он уже зацвел. Потихоньку отцветает. Которые зацветают. Которые отцветают. Некоторые отцветают. Некоторые зацветают. Ой, совсем заговорилась. Вот. И тут молодые ростки еще. Красивый такой кустик. Лепим пельмени с сыном. Мой сыночек делает пельмешки. Вот так вот. Будет потом своей жене делать. Вот такие пельмешки лепим. Конечно, они не все как один красавцы удалые. Но для себя очень даже вкусненько будет нам. Вот сейчас на улице дождь. Вот. А мы занимаемся таким хорошим делом. Дочка подключилась. Так что сейчас мы быстренько налепим. Заморозим. И будем кушать пельмешки свои домашние. Господи. Что ж такое? Ты прям не терпится. Сбежала на минутку. Только бросить кое-каких зеленых отходов. Ну, овцы меня тут же засекли. Вечерняя закуска. Еще и груша у меня тут завалялась. Так что Вот так вот будем хрустеть теперь. На ночь глядя. Наверное, темно уже. Я снимаю. Тут у них и хлеб, и тосты у меня с кунжутом. Все вкусное. Хрустелки. Что-то грушу никто не хочет. Мне предлагали их кабачками угощать. Они кабачки не едят. Не хотят. О, распробовал грушу. Ну, конечно, она же сладенькая. Молодец. Баран сообразил. Зря говорят. Тупой, как баран. О! Этот баран сообразительный. Пока девушки зевали. Ну, быстренько грушку оприходовал. Хочу сегодня приготовить легкий и вкусный ужин, для которого мне понадобится кабачок, немного лука. Вообще, конечно, в идеале нужно было бы зеленый лук иметь для этого блюда, но у меня его нет. Зубчик чеснока и помидорки черри. Ну, и, конечно же, еще кусочек лосося. Вот такой кусочек лосося. С мою ладошку. Я не знаю, сколько он. Наверное, грамм 180 весит. Это для нас с мужем будет ужин. Поэтому не очень много. Дети захотели жареную рыбу. Ну, что поделать. Хозяин-барин. Захотели, получат. Пусть потом не жалуются, что мы ели вкуснятина с мужем, а они нет. Ну, нет, ничего. Жареная рыба тоже будет вкусная. Но еще, что я использую, это вот такие специи. Просто зеленые сушеные специи. Я использую масло. Можно оливковое, но у меня кокосовое. Соль и перец. А ну, еще кусочек лимона, чтобы сбрызнуть блюдо лимонным соком. И что мы делаем? Сначала мы просто нарезаем все овощи. Вот, отрезаю у кабачка его заднюю часть. Кабачок я нарежу. Хотела сначала дольками резать, но, пожалуй, я разрежу еще раз пополам. Кожу я, наверное, оставлю. Не знаю, сейчас я попробую. Нет, кожа не жесткая, поэтому ее можно оставить. Кабачок молодой. Думаю, это видно. Видите, семечки даже еще не выросли. Ой, какой кабачок вкусный. Его можно просто сырым есть. Вот, просто нарезаем вот такими тонкими ломтиками. Сейчас нарежу сначала половинку, посмотрю, сколько получится. Ну, вот, сколько кабачка у меня получилось. Я взяла от оставшейся половинки еще третью часть, потому что мне показалось, что это будет мало. Вот, свеженький, сочный кабачок прямо с грядки. Только что. Просто супер. Так, теперь я режу лук. Ну, лук режем просто произвольно, не сильно мелко. Это вообще очень быстрое блюдо. Мы будем его готовить в духовке. Духовка у нас уже нагревается на 180 градусов. Вот, и все перекладываем к кабачкам. Лук. Теперь берем помидорки черри. И просто разрезаем их на половинки. И тоже добавляем в овощную смесь. Смотрите, какая уже красота у нас получается. А вот эти мелкие помидорки я даже разрезать не буду. Ну, вот эту разрежу. А совсем вот эту мелочь... Чего ее резать-то даже? Только руки пачкать. Вот, это уже помидорки у меня созрели на грядке. Вот, получается такая красивая смесь. И еще кабачок тут один спрятался. Нет, от меня не уйдешь. Так, и нарезаем мелко зубчик чеснока. Я вот думаю, хватит мне половинки чеснока, половинки зубчика или уж целый. Туда нарезать. Не знаю. Что-то, мне кажется, будет многовато. Хотя... Нормально, мне кажется. Ну, нет, наверное, весь я не буду все-таки дорезать этот чеснок. Часть уберу. Вот. То есть, у меня получилось две трети зубчика чеснока. Ну, такого приличного. Ну, в общем-то, приготовление почти закончено. Что мы делаем? Добавляем молотый перец. Вот так вот, не слишком много. Немного этих специй. Сушеных, зеленых. Совсем чуть-чуть соли. Вот. И что я еще добавляю? Добавляю я ложку масла. Вот. У меня кокосовая. Ну, можете взять оливковая, любой другой растительная. И перемешиваем. Вот такая красивая, свежая. Если у вас есть укропчик, добавьте нарезанного укропа. У меня есть петрушка, но уже нарезанную петрушку я добавлю в готовое блюдо. Я так решила. Теперь что мы делаем? Берем форму. У меня вот такая стеклянная форма. Подходящую по размеру. Выкладываем туда все овощи. Так, разравниваем. Чтобы все было красиво. И теперь я просто разрежу рыбу на кусочки и положу сверху. Вот у меня такой кусочек лосося. Я его нарежу. Тоже такими вот произвольными кусочками небольшими. И сверху овощей. Такими кубиками. Вот так вот я выложила рыбку поверх овощей. Теперь солю еще совсем немножко. Вот у меня прям маленькая щепотка. Потому что уже готовое блюдо для себя лично я немного полью соевым соусом. И выдавливаем немного лимона сверху. Все. И ставим в нагретую духовку на 20 минут. Рыбка эта очень нежная, готовится быстро. Овощи тоже все такие, что они очень быстро готовятся. Так что ставим в духовку. Чуть не забыла. Еще немного перца сверху. Я насыпала свежемолотого черного перца. Вот и приготовился наш ужин. Вот такая рыбка с овощами. По-моему, выглядит очень аппетитно. Одна девушка спрашивала меня в комментариях под последним роликом, где я показывала вот эту рыбку, которую я нашла на барахолке. А как же можно использовать такие тарелки на кухне и в быту? Как же? Зачем они нужны, такие тарелки? Ну, лично я использую их так. Вот эту тарелочку я использовала сегодня для того, чтобы положить на нее жареную рыбу. По-моему, все в тему и выглядит очень симпатично. И это наверняка вкусно. Я знаю, это вкусно. А маленькая рыбка скрасит, вернее сказать, украсит мой скромный ужин. А я прощаюсь с вами на этом. Желаю вам всего самого-самого хорошего, хорошего настроения, а самое главное – здоровья. До новых встреч, дорогие мои. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok